Гуглить антиваксеров, видеоблогер, выпускающий фейки, теперь это уже не набор слов, официально признанные русским языком определения. Сентябрь принес очередную порцию пополнения в орфографический словарь Виноградова. Решала бумер, джетлак, теперь наша действительность. В Педуниверситете это объясняют так. Слово получило российский паспорт. Можем употреблять эти слова, а можем их игнорировать. Если мы их употребляем, таким образом мы их одобряем. А ученые фиксируют этот процесс. По словам специалиста, процесс включения в словарь имеет практичную функцию, чтобы люди могли проверить правильность его написания. В последние годы словарь пополняется в большинстве своем англицизмами. Но трагедии в этом филологи и те, кто борется за сохранение русского языка, не видят. К тому же обилие английских слов с нами уже лет 70. Этот период начался после войны, когда американские и английские политики встретились и договорились о том, что надо английский язык, чтобы доминировал. До тех пор в Европе это был немецкий язык, а французский язык дипломатии был очень развит. Еще раньше, если посмотреть, то это был бы испанский язык. И иноагентами новичков языка не назвать. Эта система саморегулируется, объясняют специалисты, и вбирает то, что нужно ее носителям. Измерителем того, что слово обрусило, является то, что от него производные слова. Ну, кофе. Ясно, что это слово заимствованное, но есть и кофейный, и кофейник. Когда человек заменяет всю свою речь такими словами, вот этого, конечно, не хотелось бы. Но мне кажется, что всегда разумное сочетание нового и традиционного. Вот в этом и есть наша мудрость. А еще специалисты добавляют, что бояться ввода новых слов не нужно. Другое дело, когда новички влияют на структуру языка. Но с русским этого не происходит. Добавленные приставки, суффиксы, переход из одной части речи в другую, например, об лайканной, океюшки, делают заимствования даже привычными российскому слуху. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.